Ну что, друзья, рад приветствовать себя на канале. Сегодня я вам расскажу кратко обо всем, то что нам представили на презентации WWDC в 2022 году. Это была очень бомбовая презентация, несмотря на то, что мало гаджетов, но очень информативные системы на все наши любимые устройства от компании Apple. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Поехали! И нам сразу же представили первое. Это iOS 16 и iPadOS 16. Это новый экран блокировки Ever. То есть, что имеется в виду? Новый экран блокировки, то есть, меняются темы, стиль, анимация, шрифты, времени, текста, добавление виджетов ниже часов, новые обои, то есть, живые обои, новые уведомления. Также называется Live Screen. Фокус для фото, то есть, это фокусирование на фотографии, то есть, дальше размытый фон. То есть, ваши фотки выше часов будут. Это свой функционал. То, что касается iMessage, тоже произошел небольшой редизайн, касаемо того, что можно редактировать сообщения, либо же в целом вообще их удалять. И, как сами понимаете, это все в нашей новенькой iOS. Дальше у нас идет обновление того, что есть ShareWide UIP. Это SharePlay. Разговаривать по FaceTime, опять же, слушать музыку, то есть, объемно между пользователями видео, смотреть фильмы, делиться сообщениями, не прекращая разговора. То есть, это намного удобнее, намного функционалнее. Дальше это у нас функция Dictation. То есть, диктовка, как понимаете, ее можно, она более уже усовершенствована. Здесь меньше нареканий, больше функционала. Как можете сказать, допустим, остановить вещание, вы дальше можете сами написать. Точно так же опять можете сказать, и дальше она будет говорить. То есть, она более стала функциональнее, чем прежде. Что касаемо Siri, это у нас Zero Setup. В реальном времени в видео переформатировать весь текст, нажать на паузу, допустим, как в YouTube, и полностью получить текст, чтобы не смотреть видео, и уже редактировать, либо что захотите там сами делать. Это уже по вашим, как бы, требованиям. Дальше. То, что касается картинки в iMessage, можно перетаскивать. Очень удобно, берете какие-либо фоточки, и сразу же прямо объект какой-то перетягиваете. Это может быть животное или человек, не имеет значения. Тоже очень функционально, очень похоже на систему macOS, или то, что есть уже в iPadOS, как более года пользуемся. Дальше. То, что касается карт Violet. Опять же, появился такой функционал. Но, опять же, делиться ключами там дома, еще каких-либо авто, и каких-либо еще действий, неважно, и так далее. Ну, как раз то, что у нас не работает в Украине, можно даже не смотреть. Что касается изменения карты, тоже пошел какой-то небольшой редизайн. То, что перерисовали чуть-чуть у нас внутреннюю систему, больше функционал стал красочный. То есть, режим дополненной реальности намного эффективнее, полезнее, как в дневное время, так и в ночное время. Это все очень круто. Apple TV Plus, то есть, спорт, опять же, появился новый режим. Тот, который поможет людям ассортировать свои любимые спортивные каналы, их добавлять в избранные. И, в принципе, они будут перемешиваться, и будет более удобно вам использовать тот функционал, который вы, в принципе, используете, если вы смотрите Apple TV Sport Plus. Также, увеличение устройства от детей. Это, можно сказать, Family Controls. Опять же, родительский контроль, который, в принципе, доступен в App Store. Ну, здесь более функциональнее и, как бы, наряднее выглядит. Что касаемо фото, здесь у нас iCloud Share Photo Library. То есть, вы можете делиться вашими фотографиями среди своих родственников, близких, кого вы добавите, редактировать. В реальном времени у вас будут специальные альбомы, и это не нужно будет использовать, как в iCloud Family. То есть, это немножко уже проще добавлено. И, опять же, акцент был на Privacy. То есть, защита намного лучше, продуктивнее, эффективнее и так далее. Все это, в принципе, круто, понятно. Тоже переделки есть небольшие в приложении Дом и CarPlay. Начнем с Дома. То, что немножко изменился контроль. То есть, более, опять же, функциональнее, продуктивнее. Редизайн, управление приложениями и так далее. Что касаемо CarPlay, у нас новый экран, скорость намного лучше, погода. То есть, скорость показывает погоду, расстояние сколько осталось, продуктивное и так далее. Это все можно выводить на iPad, чтобы рядом с вами сидел штурман и вы не отвлекались. Очень, в принципе, довольно круто и понятно. И это все новое iOS 16 и iPadOS 16. Не забываем также то, что нам представили WatchOS 9. Ведь это новые заставки, анимации, большие циферблаты, больше всяких грозничных текстов и больше всего на экране помещается. Три новых режима для бега. То есть, замер бега. Он акцентирует внимание, как на основной бег, по ногам, по туловищу, по взмахам рук. То есть, более точно, более эффективно. Замеры сердцебиения. То есть, все вот это более чистота. Намного продуктивнее и эффективнее показывает, чем прошлая версия. Намного больше. Точно так же добавили новые фитнес-app. То есть, обновленные. Слип стадис. То есть, он отслеживает ваш сон, ритм вашего сна, сердца там и так далее. То есть, если у вас какие-то будут неполадки с сердцем, это все можно зафиксировать. И потом пойти к врачу и обследоваться. То есть, у вас уже будет на руках фактически кардиограмма. Очень классное приложение. Точно так же есть одно приложение, которое поможет вам, что вам будет напоминать о приеме таблеток. Мало того, вы можете их отсканировать и забить дату, когда вы начнете их принимать и до какого времени. То есть, вам фактически будет это напоминанием для того, чтобы вы принимали таблетки и ничего не забыли. И да, это все WatchOS 9. Это очень действительно крутое обновление. Ну а дальше, друзья, нам представили новенький чип M2. То есть, он быстрее от M1 на 50%. Производительность выше, опять же, на 18%. Автономность больше на 40%. Дальше за ним, конечно же, представили MacBook Air на чипе M2. Опять же, легче, быстрее, красочнее, ярче, производительнее. 13,6 дюймов. 4 цвета. Камера 1080p в 2 раза быстрее и эффективнее показывает, чем предыдущая. То есть, динамики лучше. Клавиатура с Touch ID намного лучше поколения. 18 часов видео. Быстрее зарядка 50% за 40 минут. Дальше представили MacBook Pro на чипе M2. Все точно то же самое, только 20 часов видео. И, в принципе, тот же самый прирост данных, отличие от того, что сейчас в M2. Это все действительно очень круто. И вот такие вот, в принципе, новости. Ну, отличие от MacBook Air, то, что есть MacBook Pro, сами видите. И по ценам, то, что у нас будет за MacBook Air, такие цены. А за MacBook Pro такие цены. В такой версии у нас будет немножко дороже. Проще версии, немножко дешевле на 100 долларов. То есть, в следующем месяце вы все это можете приобрести. И, как бы, дальше нам представили новенькую macOS. А знаете, как она называется? MacOS Ventura. Сами посмотрите на вот эту прекрасную заставочку. И дальше я вам расскажу небольшой функционал. То есть, в принципе, ничего там особо такого сверхнового. Все тот же функционал, который у нас был в предыдущей версии. Здесь многозадачность. Вы можете работать очень быстро. Фокусирование на своих каких-то задачах. То есть, можете расставлять свои мероприятия для удобства и эффективности вашей работы. Все. Это все в бета-тесте можете поиспользовать. Как iOS, iPadOS, WatchOS, macOS Ventura. Все это доступно. Можете скачать. Но, опять же, ориентируясь на свой страх и риск. Потому что система может быть слетать и нестабильная. Поскольку это бета-версия. Вот такая вот презентация. Так вот, друзья. Вот, как сами видели, очень крутая действительно презентация. Мне уже не терпится протестировать iOS 16. Вообще просто супер. Я, как только накачу, сразу же запишу видео. О каких-то своих первых впечатлениях. Она действительно достойна того стоит. Но хочу подметить, что не спешите устанавливать. Потому что это бета-версия. Это вся система нестабильная. Точно так же для всех других устройств. Если уже надумаете это сделать. Не забудьте сделать резервную копию в iCloud на вашем iPhone. Либо же в iTunes на ПК. Чтобы на всякий случай подстраховаться. И восстановиться, если вдруг что-то пойдет не так. А пока подпишитесь на канал. Оставьте ваше мнение в комментариях. Может я что-то упустил. Или что-то вы хотели мне сказать. Для меня это всегда будет интересно. Я всем отвечаю абсолютно. И помогаю по всем вопросам. Точно так же все полезные ссылки будут в закрепленном комментарии. В описании под видео. Обязательно переходите, смотрите. Если вам действительно понравилась презентация. Подпишитесь на мой второй канал Just Run. По подсказке в описании. Ссылки в описании точно так же и есть. Это мой второй канал. Мотоканал. Кому может быть интересно. Там тоже есть полезные видосы и темы. Дальше больше. Скоро увидимся.